Государственный индустриальный парк «Узловая» является крупнейшим в Центральной России. Его площадь более 2000 гектаров, плюс выгодное логистическое расположение. На федеральной трассе М4Дон в 180 километрах от Москвы, крупнейшего рынка сбыта. В непосредственной близости от будущего производства сосредоточены значительные трудовые ресурсы. В радиусе 30 километров проживает около 1 миллиона человек. Основная цель проекта – создание благоприятных условий для размещения крупных производственных компаний. Индустриальный парк – это совокупность территорий, земельных участков, единой категории, которая объединяется единой инфраструктурой и единой управляющей компанией. Для индустриального парка готовится вся инфраструктура для резидентов, для их размещения. Мы предполагаем, что на территории индустриального парка, помимо яководного инвестора компании «Хайвелл», будет размещено до 30 участников резидентов. Направы совершенно разные. Это металлургическая, химическая, пищевая промышленность. Будет производство предприятий АПК. Все, кто заинтересованы. По автомобильному кластеру может быть создано сопутствующее производство. Предполагаю, что «Хайвелл» будет осуществлять высокую степень локализации производства здесь компонентов и запчастей. Поэтому мы в индустриальный парк приглашаем компании автосборочной, автотранспортной сферы, изготовления комплектующих и других материалов. Строительство ведет за счет бюджета Тульской области. Предусмотрено в бюджете более 3,5 миллиардов рублей на создание инфраструктуры. Как я говорил, вода, тонализация, электричество, газонабжение, железная дорога для предприятий «Хайвелл». Бюджетные средства федерации не предусмотрены. Строительство самих предприятий ведет за счет средств инвесторов. Дальше это либо собственные средства, либо собственные средства влечения банка с инфраструктурами. Якорный резидент индустриального парка «Узловая» – дочерняя компания китайского автоконцерна «Гретволд Моторс». Предприятие реализует инвестиционный проект по строительству автозавода полного цикла, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производство запчастей. В этом году было начато строительство территории АБК, то есть возводятся первые два здания будущих общежитий и возведен временный офис, который находится позади меня, где находятся на данный момент сотрудники ООХ ММР. На этой площадке будет возведено шесть корпусов общежитий, где в последующем при запуске автомобильного завода будут проживать сотрудники. Общая вместимость составит более полутора тысяч человек. На данный момент возводятся первых два корпуса общежитий, планируется завершение строительных работ этих двух корпусов летом следующего года. Здесь также будут возведены общественно-деловой центр и спортивные площадки для сотрудников. На территории завода в этом году были завершены подготовительные работы, то есть было перемещено более 3,5 миллионов кубометров грунта, выровняно поле под свайное поле. На данный момент из 36,5 тысяч свай забито более 18 тысяч. Планируем до конца этого года завершить обустройство свайного поля и затем начнутся общежитий на работу. К лету следующего года мы планируем возвести все цеха нашего автозавода. Это цех штамповки, сварки, покраски, сборки. С лета следующего года начнется завоз и инсталляция оборудования внутри корпусов. И на середину 2018 года по планам выйти на открытие автомобильного завода. Объем инвестиций колоссальный – 500 миллионов долларов. Мощность – 150 тысяч машин в год. Две с половиной тысячи рабочих мест. Кроссоверы, привезенные из Китая, уже колесят по российским просторам. Первый автомобиль тульской сборки сойдет с конвейера в 2018 году. Автомобильная марка «Хавейл» специализируется на автомобилях марки типа «Кроссовер». И планируем с начала открытия автозавода выпускать кроссоверы марки «Хавейл А6». Это массовый кроссовер, один из самых популярных в Китае. Будет оснащен бензинными, дизельными двигателями, автомобильными ручными коробками передач. И надеемся, что он займет значительную долю на автомобильном рынке России. Я думаю, наши прямые конкуренты – это все европейские, корейские, японские производители кроссоверов среднего класса. И мы рассчитываем, что займем свою долю на этом рынке. Рабочая сила в основном будет местная, из Тульской области. Специалисты по отдельным автомобильным позициям мы ждем из других регионов, где уже есть опыт автомобильного производства. Уже на протяжении более года наши специалисты проходят регулярные тренинги и командировки в Китай. Там они проходят стажировки на автомобильных заводах корпорации «Грейт Волл». И в дальнейшем свои знания будут применять на нашем автомобильном заводе. Дальше – больше. Помимо рабочих мест и налоговых поступлений в региональную казну, компания поддержит тульских производителей. Идут переговоры о сотрудничестве с тульскими предприятиями, химическими и металлургическими, узловским пластиком и толчернет-сталью. Кроме того, запуск автозавода даст работу тульскому малому и среднему бизнесу в сфере оказания услуг. Вывоз мусора, пассажирские перевозки, охранные услуги. Уже сейчас питание на предприятии организует тульская компания. В апреле 2016 года рядом с индустриальным парком появилась особая экономическая зона «Узловая». Еще одна промышленная площадка, которая предоставляет более широкий набор льгот. А значит, еще больше интересны инвесторам. Особоэкономическая зона – это бывшая территория индустриального парка, на которой наложен особый статус. Инициативу проявил Дюмин Алексей Геннадьевич, его инициатива была поддержана. В особоэкономической зоне ставка налога на прибыль до 2%, практически отсутствует налог на землю и на имущество. Но самое главное – это таможенный режим. То есть на особой экономической зоне будет создан таможенный пост, который позволяет ввозить оборудование для производства экспортно-оръективной продукции без таможенных пошин. А также, если делать производство экспортное, то соответствующий режим таможенного оформления для вывоза продукции. Впервые инвесторам возможности новой тульской экономической зоны представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне. А уже в сентябре на международном форуме в Сочи были подписаны первые соглашения с инвесторами. Более тысячи рабочих мест и средняя зарплата от 28 до 67 тысяч рублей – все это обещают потенциальные резиденты особой экономической зоны «Узловая». Первой заявку на заключение соглашения о строительстве подала компания «Агрогриб», планирующая построить комплекс по выращиванию шампиньонов. В Беларуси сейчас лидер по производству грибов. Ну, это в основном такое как бы техническое решение. А это ненормально. Российские компании сейчас производят где-то порядка 15% свежих шампиньонов. И при этом на рынке всего лишь 4 работающих компании. Три из них работают довольно уже много лет. И производят они суммарно где-то около 15%, то есть около 10 тысяч тонн свежих грибов в год. Если сейчас поставляется где-то порядка 60 тысяч тонн грибов, мы плюс своим производством берем еще 10 тысяч, мы хотим делать 25 тысяч тонн грибов. Причем, я считаю, плюсом нашего производства то, что мы хотим довольно интенсивно реализовывать свой проект. То есть мы первый год делаем первые 5 тысяч, потом делаем еще 5 тысяч. Возможно, даже мы на первом шаге уже увеличим, потому что уже сейчас, по данным таможни, было завезено в Россию 60 тысяч тонн грибов с Белоруссии. То есть смело можно продавать 5-10 тысяч тонн грибов. И сети, с которыми мы уже ведем предварительные переговоры, говорят, ребят, не вопрос, 5 тысяч тонн, не вопрос, 10 тоже возьмем. А интерес в этом проекте и эффект будет только в случае, если будет большое производство, которых в России, по сути, никогда не было. Почему мы хотим идти в экономическую зону? И, конечно же, это преференции, которые мы получаем при реализации этого проекта. Мы уже на первом этапе экономим порядка миллиона евро за счет неуплаты НДС, за счет льгот, которые нам дает особая экономическая зона. Это позволяет реализовывать такие затратные проекты, как наш. Российский лидер по производству высокотехнологичной спецтехники уже делает чище сотни городов, в том числе Тулу, которая вскоре станет родиной производства столь актуальных сегодня машин – мусоровозов. В Туле ими довольны, САХ эксплуатируют, красивые, внешне привлекательные. Будем делать и дальше, поскольку не весь парк еще заместили нормальной эффективной техникой. Поэтому и Туле еще нужно в парк, они даже планируют еще получать мусоровозов. Регион станет ближе к нефтянникам. В особой экономической зоне организуют импортозамещающее производство калтюбинговых труб. Сейчас 97% мирового выпуска сосредоточено в Америке. 30-40% рынка в долгосрочной перспективе мы для себя видим мирового военно-российского. На сегодняшний день стадии разработки месторождений, что нефтяных, что газовых, на территории Российской Федерации уже поздние стадии развития и добычи. Поэтому для их добычи требуются высокие технологии. Наблюдательные, экспертные советы особой экономической зоны по всем трем компаниям приняли положительное решение. Далее официальное внесение в реестр резидентов. Молевой этап у нас был на Сочинском инвестиционном форуме, когда компании подписали соответствующие меморандумы о реализации инвестиционных проектов. Проделали определенную работу, предоставили необходимые заявки на получение статуса резидентов. Следующий этап для получения статуса резидента. Компании уже сегодня подали свои бизнес-планы и проходят экспертную оценку. Экспертным советом особой экономической зоны Узловая, в которую также включены представители экспертного сообщества Тульской области, представители правительства Тульской области и представители Министерства экономического развития Российской Федерации. Следующим этапом после принятия положительного решения экспертным советом Особой экономической зоны Узловая является заключение инвестиционного соглашения с компаниями. После заключения инвестиционного соглашения Министерство экономического развития Тульской области вносит компании в реестр резидентов Особой экономической зоны и передает соответствующие документы в Министерство экономического развития Российской Федерации, которая, в свою очередь, выдает свидетельство о присвоении статуса резидента экономической зоны, оригинал которого предоставляется компании. В течение трех дней после выдачи данного свидетельства информация о присвоении указанного статуса направляется в Федеральную налоговую службу и Федеральную таможенную службу для того, чтобы компании имели соответствующие преференции в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Тульской области уже в качестве резидентов. Планируется, что все три компании статус резидентов получат до конца 2016-го, чтобы уже в новом году начать реализовывать проекты в особой экономической зоне. Территория государственного парка и экономической зоны должны привлекать в первую очередь в том, что здесь создана будет для них вся необходимая инфраструктура инженерная. Вода, канализация, электричество, газ, тепло. Все необходимое, что требуется для производства. Второй момент – это трудовые ресурсы. Создание индустриального парка особой экономической зоны сразу становится востребовано более трех тысяч рабочих мест в индустриальном парке и около трех тысяч мест в особой экономической зоне. Поэтому для жителей окрестностей Узловая, Новомосковск, Тула и других городов появляются рабочие места, появляется необходимость подготовки кадров к этим рабочим местам, появляется возможность вернуть тех жителей, которые в поисках какой-то работы могли переехать в другие регионы или в другие места Тульской области. Это большая преференция для этой территории. Это создание рабочих мест. Налоговое поступление. Созданные рабочие места позволяют собой дополнительные налоги. Вся идея индустриального парка и особой экономической зоны, помимо создания промышленности, это работа с населением, работа с занятостью, работа с социальным развитием территории. Новые рабочие места, современные автодороги, обновленные инженерные сети и дополнительные налоги в бюджет – таковы преимущества создания индустриального парка и особой экономической зоны для региона. Уже скоро убедиться в этом смогут и многие тулики, прежде всего в жителей Узловой и Новомосковска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова